Стало известно, что в эфире радио «Комсомольская правда» произошло столкновение между вами и с вами. Тема эфира была о Сталине. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что же там произошло на самом деле. Ну, долго были дискуссии на повышенных тонах. Причем я говорил, что я не Сталинец, я всегда говорил, что я не Сталинец, но я за изучение истории. И что то, что делает Николай Карлович, к истории не имеет отношения. Он говорил, что Сталин убил миллионы людей, а я говорил, что есть записка, допустим, хрущевская записка, в которой сказано, что по всем приговорам были расстреляны 648 тысяч, по-моему. Ну, какая-то такая цифра. И в итоге, ну, как говорится, все шло, все шло. Потом он стал говорить, что Сталин там просрал войну, что из-за него погибли. Я сказал, что ты плюешь на могилу солдат. В то время, как Франция легла под Гитлера, Советский Союз во главе со Сталином сопротивлялся и не сдавался. Он сказал, что он не плюет. Я сказал, ты плюешь. Он мне сказал, ты подонок. Я сказал, пусть я подонок, то ты все равно плюешь на могилу советских солдат. Он сказал, я дам тебе по морде. Он сказал, так, если бы ты был рядом, я дал бы тебе по морде. Я сказал, да вот я рядом. В чем проблема-то? Если ты не ссыклов, встань и дай, что языком-то молоть. Он встал, я сидел. Он подошел ко мне. Я встал, держал руки за спиной. Он ударил меня. Первый. Я на автомате ответил, как меня учили серии. Это уже мое тело работает. Я не виноват. И он улетел в угол. Я сделал, собственно, то, о чем, наверное, мечтали десятки миллионов людей много-много лет. Но я все равно не сторонникам каприкладства. Я этим не горжусь совершенно. И считаю, что не стоит доводить до... Да, после этого я, как христианин, сказал, давай, я тебе подставлю другую щеку. Можешь ударить меня еще. Попытался извиниться. Он не стал это делать. Он стал раздумывать. Ударить меня, не ударить второй раз. Понял, что это будет уже не выигрышно совсем с его стороны. И, как говорится, на этом мы расстались. Ну, вот и все. Я, собственно, совершенно этим не горжусь, честно вам скажу. Я прошу это зафиксировать. Я считаю, что не надо доводить до рукоприкладства. Но тот уровень истерии, который либералы возгоняют в нашей стране, клевеща на нашу историю, не позволяя нам ее изучать, навязывая нам не научное, а религиозное отношение к нашей истории, вот эта истерия привела к такому конфликту. Если они будут продолжать в том же духе, конфликт вылится на улицы наших городов. Я считаю, что либералы – это угроза национально безопасности. А вот почему, как вы считаете, именно сейчас они подняли вот эту волну по отношению к Сталину, к репрессиям и вообще... Они решили показать этот фильм «Смерть Сталина» похабный, который даже, честно говоря, люди либеральным взглядом называют похабным. Даже Николай Усков на «Эхо Москвы» сказал, что это похабный фильм. Николай Усков. Потому что Коля-то Усков – историк. Понимаете? Он как историк это оценил. А они навязывают это оскорбительное отношение к памяти десятков миллионов людей, которые воевали во время войны под именем Сталина. Даже дело не в этом. Они просто хотят лишить нас истории. Я не знаю, может быть, Сталин плохой, может быть, Сталин хороший, но давайте мы, по крайней мере, исследуем этот вопрос. Они же не разрешают нам исследовать даже этот вопрос. Они сами этот конфликт создали и разжигают его. Мы, люди левого взгляда, патриоты, газета «Завтра», мы никогда не хотели конфликта. И Александр Ильич Проханов, которого я учусь во многом, он сам критикует, всегда давал возможность. У него там Чубайс выступал, Хакамада выступала на страницах «Завтра», я так помню. Там еще какие-то люди выступали. Но они же не хотят никакого, на самом деле, там многоголосия. Они не хотят дискуссий. Вот они хотят, чтобы господствовала эта их точка зрения. Упаковав которую нашу страну, они в очередной раз продадут ее Западу, чтобы опять быть господами. Они получат пороже. Хотя я считаю, это позиция Ленина, что мы не хотим, мы левые, мы не хотим ни гражданской войны, ни мордобоя. Мы хотим просто демократии и нормального отношения к нашему народу. Вот они сами это доводят до всего. А потом, получив по морде, пишут мемуары, как они страдали. Ну, и история повторяется, что, как говорится, что поделать. Ну, а в целом, как вы считаете, будет ли продолжение ситуации со СССР? Я сожалею, я и через вашу газету говорю, что я сожалею об этом. Я не сторонник такого рода дискуссий. Но я просто привык, когда меня бьют, я привык на автомате давать ответ. Ну, что делать? Я никогда не трогаю, естественно, женщин. Я считаю, женщина может давать пощечину мужчине, и мужчина не имеет права в ответ руки распускать. И, ну, наверное, у каждого бывали такие моменты в жизни. Но когда мужчина распускает руки, он должен понимать, что он может получить в ответ. Я подчеркиваю, я контролировал свои действия, я бил не кулаком. Я бил открыто, расслаблено ладонью, понимаете. Я, как говорится, вполне профессионально отношусь к этому делу. Ну, рука у меня тяжелая, что делать. Честно говоря, я его вообще не бил. Я его просто толкнул, вот так дал пощечину, с моей точки зрения легкие. То, что он улетел в угол, как мешок картошки, это уже его проблема. Короче, я сделал то, о чем мечтали десятки миллионов людей, но я не горжусь этим совершенно, честно вам сказать.